Всех приветствую! Вы, как всегда, на канале Седой Инвестор. Вот и пришло воскресенье. Это означает то, что пришло время пополнять наш виртуальный портфель, как всегда, на 100 долларов. Напоминаю, в данный портфель было в общей сложности выложено 6400 долларов. Сегодня 65-я покупка. В данный момент All-Time Profit, а точнее All-Time Loss, составляет минус 4.49%. По данному портфелю есть активы, которые очень сильно просели. Из них это, конечно же, Baseway и Cake. Ну а есть также, которые выводят этот портфель в нормальные значения. В общем, во время всего медвежьего цикла, этот портфель показывает довольно хорошие результаты. Итак, для начала, а именно для новичков повторяю еще раз. Данный портфель является виртуальный, здесь не учитывается комиссия. Поэтому, покупая криптовалюту, вы должны понимать, после каждой сделки биржа будет забирать определенную комиссию. На централизованных площадках одна комиссия, а на DeFi другая. Как правило, она там намного больше. Что касается вопроса, где держать криптовалюту сегодня, так как биржа Binance всем заявила, что она уходит с территории РФ. На моем канале уже есть ролик на эту тему, поэтому переходи в описание, там ссылочку ты найдешь в общем. И перед началом пополнения данного виртуального кошелька хочу вам порекомендовать свой проект по заработку, а именно закрытый чат Telegram. Получив доступ к которому, ты будешь на постоянной основе получать списки самых перспективных альткоинов на сегодняшний день, лично на мой взгляд. А также там есть обучающий материал. Плюс ко всему, в честь годовщины моего канала, да ребят, нам уже два года, я решил перезапустить акцию, а именно 50% скидка на все виды подписок. Поэтому, если ты думал получить доступ, но для тебя было слишком дорого, так сейчас самое лучшее время. Акция действует до 12 октября 2023 года. Поэтому, так сказать, подключайся пока есть возможность по низким ценам. Ну а теперь давайте уже перейдем к пополнению. Самое главное в криптоинвестировании иметь в своем портфеле самую сильную криптовалюту. На сегодняшний день это, конечно же, биткоин. В данный момент он показывает общий профит плюс 17,5%. Сегодняшний вклад в биткоин составит 25 долларов. Добавляем транзакцию. Далее нам необходимо прикупить альткоины в первой степени. Это максимально фундаментальная альта на ваш личный взгляд. Я выбрал себе эфириум и BNB. У вас могут быть абсолютно любые. Типа полка Дода, космос и так далее. На сегодняшний день старичков рынка именно фундаментальных очень много. Самые перспективные на ваш личный взгляд. Сегодня я докупаю эфириум на 15 долларов. Добавляем транзакцию. А также усредняю BNB на ту же сумму. 15 долларов. Добавляем транзакцию. Все, базу мы с вами усреднили и докупили. Теперь необходимо перейти на альткоины второй степени, которые являются по технической части самыми перспективными на сегодняшний день. Либо которые больше всего откатились на фоне давления биткоина. Ну, либо вообще никак не отреагировали. Сегодня ролик не про техническую часть, поэтому графики рассматривать не будем. Пройдемся по списку. У нас, значит, 1inch в просадке на минус 36%. Давайте его сегодня усредним. К тому же довольно неплохая техника у него. Усредним сегодня 1inch на 10 долларов. Добавляем транзакцию. А также усредняем актив BNB и добавим транзакцию по нему на 10 долларов. Далее еще есть желание внести в этот список токен Dodo. Про него я делал вчера ролик, поэтому если интересна техническая часть, то переходи по подсказке. Там все самое свежее и актуальное. Начинаем инвестиции по Dodo с 10 долларов. Добавляем транзакцию. Итак, в свободном доступе у нас остается 15 долларов. По правилам инвестиций, после каждой сделки, мы должны оставлять свободный фиат. От 10 до 20%. Ну, прям в идеале. У нас получается, как всегда, золотая середина. 15 долларов. Тезер у нас уже инвестировано 956 долларов. А также децентрализованный стейблкоин куплен у нас на 115 баксов. Вот давайте сегодня 15 долларов закинем именно в этот стейбл. Добавляем транзакцию на 15 долларов. Поздравляю, 65-я покупка была завершена. В данный момент просадка по пенелу минус 4.41%. Медвежий цикл продолжается. Когда он закончится, неизвестно. Поэтому усредняемся, докупаем и всегда оставляем свободный фиат на случай будущих проливов. Если что-то стреляет в средний срок, фиксируем. Если нет, то откладываем просто в долгий ящик. А именно, в долгий срок. Не забывайте каждый день проверять техническую часть по своим активам. Это очень важно. Я думаю, за два года вы уже прекрасно научились отбирать перспективные активы и менее перспективные по моим роликам. Поэтому продолжаем работать. А завтра вас ждет новый выпуск. Всем до завтра.